Всем добрый вечер! Вы знаете, эта тема давно назрела, но нужно было подготовить публику для того, чтобы провести эту тему, которую я считаю, что она очень важна, и нужно человечеству постепенно понимать, откуда мы пришли, куда уходим и что будет в конце. И в конце, один из великих писателей-публицистов-поэтов, Аветыки Саакян, который, кстати, написал про любовь Адама и Лилит, можете открыть, посмотреть, который написал «Три дочери сатаны» поэму. Он когда-то сказал, придёт день, и будет ужасный духовный голод, и будете выискать разумного собеседника, и не найдёте. «Поверьте мне», — сказал он, «придёт время, и будет ужасный духовный голод». Вы знаете, чем дольше мы живём, тем больше, мне кажется, что мы уже идём на ту грань духовного голода, который, ну, невозможный уже, и он чувствуется со всех сторон. Кто-то скажет, а было ли хорошо в средние века? Я сама говорила, что трудности были всегда, и те, которые нас пугают тем, что никогда не было так плохо на Земле и в мире, как сейчас, они необразованы неразумные люди, потому что были времена ещё страшнее, чем сейчас, ещё тяжелее, чем сейчас. И, может быть, мы сейчас проживаем самый интересный момент в истории человечества. Конечно, у каждого времени есть свои проблемы, но в данный момент мы не рождаемся в семье крепостных, нас не могут оторвать, забрать, обменять на животных, на собак, извините меня, нас не могут продавать в рабство, мы не рождаемся в семье рабов. Мы относительно свободны. Пока мы не перешли грань, когда мы будем опасны государству, мы относительно в безопасности и относительно свободны. Теперь. Значит, были времена и похуже, чем сейчас? Да. Времена похуже – это не значит времена духовного голода. Дорогие друзья, во время осадного Ленинграда во время осадного Ленинграда люди недоедали, они падали в обморок от голода, от напряжения, но в то же самое время люди учились, ходили в школу, работали школы, работали университеты, работали культурные учреждения, работали театры. Понимаете? Когда люди умирали на улицах сотнями в день, и вроде бы им должно было быть не до культуры, не до образования, не до чего, в любом случае эти люди посещали театры. Они не забывали, что они люди, что они не хлебом единым должны победить. Во времена войны очень ценилось, скажем, поднятие духа бойцов. Артисты разъезжали по стране, давали концерты. В то время была особенно уважаема… Что-то мне раздражает этот свет, извиняюсь. На нервы действует. Я сейчас потушу. Особо ценилась наша любимая артистка Русланова, Лидия Русланова, которая разъезжала по фронту, давала концерты, подбадривала воинов Отечества. Люди писали стихи, люди писали… отправляли на фронт открытки, пожелания и прочее, прочее. Но сейчас, в наше мирное время, мы не особо хотим вспоминать о Родине, нам не особо нравится тема, скажем так, о патриотизме, да. Мы продешевили понятие красоты, мы продешевили понятие любви, потому что мы каждому второму говорим о любви. И тут всё уже про любовь. Любовь стала похожа на какое-то грязное желание. Что происходит с человечеством? Наверное, всё-таки не зря говорят, что все поэты немного пророки. И не зря в начале 20 века этот человек сказал, придёт время, и будет ужасный духовный голод. Вот мы пришли уже, скажем так, на пик этого духовного голода, на пик этого духовного города. Мало того, что не съели семена, сохранили, умерли с голоду, люди не ели своих животных, вопреки тому, что говорят, что в городе не оставалось ни кошек, ни собак. Да, может быть, бродячих ели. Друг друга чуть ли не ели люди. Потому что безумие было, безумие, понимаете? Людей винить нельзя. Были женщины, которые своих детей съедали. Не дай никому боги такое испытать. Я не представляю, что это было. Но мне кажется, что там уже было безумие. Потому что нормальный человек в здравом уме такое не сделает. Если они на такое пошли, у них уже с головой было ненормально. Поэтому они это сделали. Естественно, потом они мучились. Но мы не можем судить о людях, которые оказались в таких экстренных ситуациях, в таких страшных ситуациях жизненных. Мы о них судить не вправе на самом деле. Это страшно. И неизвестно, как каждый из нас поведет в такие моменты жизни. Поэтому сидеть и говорить, я-то такое никогда не сделаю, не будем. Не нужно этого делать. Но разве духовный голод состоит в том, что нет денег? Духовный голод состоит в том, что тяжело жить, что приходится, скажем, много работать. Это ли есть духовная нищета? Нет, дорогие друзья, духовная нищета может быть даже у очень богатых людей. Они могут быть духовно нищими людьми. Они могут быть малодушными, трусливыми людьми, абсолютно пустыми личностями, мелкими, мелочными существами. Это и есть духовная нищета. Но как мы пришли к этой духовной нищете? Почему мы пришли к этому? давайте будем искать корни две тысячи лет назад. Перемотаем вот эту плёнку истории и пройдёмся по поколениям туда дальше, чтобы понять, где мы не то сделали, где наша ошибка, где ошибка цивилизации и человечества. были древние времена. Шрецы знали о том, что существуют силы. Они учили людей уважать силы, законы природы. Они учили людей уважать животный мир. нельзя было рубить дерево до того, как дереву не исполнится столько-то лет. Нельзя было убивать в определённые моменты, например, какой-то сезон размножения животных, чтобы популяцию сохранить. Нельзя было в какие-то специальные праздники, например, слишком много себе позволять на природе. нельзя было строить дома рядом с погостами, с гиблыми местами. Считалось, что они притягивают, они забирают человеческую душу, человеческую судьбу, губят и так далее. Нельзя было чураться силы, их надо было уважать. Любую силу. В древнем мире во всех местах стояли, даже в истории Тацит говорит о том, что неизведанные племена, которые встретились на границе Римской империи, у них были непонятные какие-то огромные алтари-жертвенники, и они каждый раз приносили туда фрукты, зажигали огонь, зажигали всякие травы, и когда он их спросил, когда он спросил, что это за алтари, почему они стоят, что это за непонятные какие-то жертвенники, ему сказали, это алтари злым духом, и тогда он удивился, он сказал, но они же злые духи, зачем им поклоняться, ему ответили, мы не поклоняемся, мы почитаем их и уважаем, как часть мироздания, злые духи тоже должны быть, а не существует, их надо уважать. Дорогие друзья, были веды, были учителя, были духовные наставники, были определенные просто жесткие правила жизни, не было понятия греха самобичевания, что ты мусор, ты быдло, ты раб Бога, ты никто, было понятие мы дети богов, мы внуки богов, и боги нас любят, они нас любят и понимают нас, принимают нас такими, какие мы есть. Человек уважал себя, человек был достойным сыном или дочерью, или внуком богов, он не был рабом, рабом, который никому не нужен, который вечно виноват, которого надо направлять убивать другого, для того, чтобы удовлетворить кровавые потребности своего бога, он был сыном, дочерью, детем богов. И боги его направляли, и боги поставили перед ним четкие законы, законы, которые нельзя было нарушать. Если ты нарушил закон, ты наказывался, но когда ты принял наказание, когда ты прошел наказание, когда ты откупился, все, ты был невиновен, ты уже был чист, ты свое получил, тебя наказали, живи дальше. Понятие грех уничтожило человеческое внутреннее, знаете, самоуважение, ты греховный, ты мусор, ты никто, покайся, ты виновен всегда, ты родился уже виноватый, ты родился в грехе, твои родители греховны, все вы греховны, вы рабы, вы низкие существа, и сказано в книге, что там сказано, блаженны нищие духом, ибо они наследуют Царствие Небесное. Не будь хорошим, будь как этот нищий, будь как эти дети наивные и глупые, только тогда вас Господь полюбит. То есть не развивайся, будь нищим, несчастным, ничтожным животным, которым можно принижать, принижать, принижать до мусорного состояния. Каждый раз говорят, что ты раб, 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 ты никто. Ты любишь грех прелюбодеяния, ты любишь поесть чревоугодие, ты хочешь красиво одеваться, не скромность, ты хочешь выглядеть красиво, как там жены должны украшать себя скромностью, красота ваша, вашей скромности и так далее. и так далее. Не будь богатым, не будь красивым, не стремись к хорошему, не ешь вкусно, не люби, нельзя, всё грех, всё плохо, всё человеческое, что тебе не чуждо, всё плохо. Ты животные, греховные, несчастные, рождённые в грязи, твои родители, деды, прадеды, все рабы Бога, несчастные, все греховные, Господи, прости нам грехи наши тяжкие, прости мы не люди, мы согрешили, мы такие сяки, в чём, что я сделала? Я хочу жить, я хочу любить, я хочу одеваться красиво, я для этого работаю, почему я должна быть нищая духом, жизнью, нищебродом, почему, кому я должна этим нравиться? Богу, какому Богу, которому Богу, которому поставили огромные храмы, но что Он сделал для вас? Что, чем Он помог вам? Где Он вам помог? Любой, кто не верит в Него, кто не живёт по Его законам, богат, счастлив, доволен жизнью, любой, кто посвятил себя этому Богу, несчастный, нищий, обиженный, униженный, беззащитный, и вечно в грехе, и вечно во всём виноватый. Разве не так? Что привело к духовной нищете? Запрет. Запрет развиваться, как человек. Запрет радоваться жизни. Запрет стремиться к чему-то хорошему. Это приводит к духовной нищете. Когда в мир пришли религии, они всё уничтожили. Были огромные книги, были огромные труды, были люди, которые говорили, рассказывали людям, как надо жить, как правильно себя вести, не стройте дома возле кладбищ. Люди будут умирать рано. Они будут сходить с ума. Они будут сходить с ума, потому что это территория мёртвых. Не стройте там дома, даже если это очень хорошие деньги вам даёт. Потому что тот, который строит эти дома и продаёт хорошо, и люди, которые покупают, они все будут несчастны. И тот, кто построил, сегодня будет очень хорошо себя вести, и очень хорошо будет жить. Но в итоге, к чему приведёт он в итоге? Его дети, внуки, правнуки будут за это отвечать, за то, что он нарушил покой мёртвых. Но он не понимает этого. Он сейчас взял, прикарманил миллионы, продал очень выгодно, дом целый построил. А под этим домом скелеты лежат, а вокруг этого дома старый погост, который разрушили, чтобы построить. А в древние времена жрецы этого не позволяли. Целая индустрия смерти. Не ходите к ведьмам, не ходите к чародеям, не ходите к колдунам, не ходите к ним. Почему? Потому что они вас излечат, исцелят, приведут в порядок, вернут к жизни. Умрите, умрите, потому что... Умрите, потому что на вас будет сорока уст заказывать, на вас будут поминальные заказывать, потому что для вас будут ограду делать, потому что будут ухаживать за этим местом всё время свечи покупать, зажигать, потому что будут всё время поминальные делать. На вашей смерти церковь заработает больше, чем на вашей жизни. Ваша жизнь, религии неинтересна. И все религии мира просто хором кричат день и ночь, готовьтесь к смерти, к аду, запугывание адом, ад, ад, вас будут жарить, убивать, вас будут пытать, вас будут уничтожать, вас будут, я не знаю, что еще делать. Дорогие люди, зачем нам нужен тот Бог, который нас будет пытать и жарить веками и наслаждаться нашей болью? Какой же он милосердный Бог? Почему же мы тогда его милосердным назвали? Почему мы придумали ему такое название «милосердный Господь»? Скажите мне, пожалуйста, в чем его милосердие? Твой ребенок нашалнил, ты даешь ему по заднице, ставишь в угол, через пять минут ты его полоскала, полюбила, обняла, на, сынок, тебе конфету больше такое не делай. Это другое. Но если твой ребенок нашалил, ты же ему не выдергиваешь ногти плоскогубцами и не наслаждаешься его болью и криком. Какой же он милосердный Бог-создатель, если он адом пугает людей, если принуждает верить и слушаться его не потому, что он интересен, не потому, что он добр, не потому, что с ним спокойно и душа успокаивается, а потому, что он адом тебя пугает. Я тебя сожгу, я буду тебя сжигать и радоваться. Покажите мне в Библии место, где сказано, что там будут гореть в аду. Покажите мне это место. Я уже об этом рассказывала, не сбивайте меня. Что такое ад? Гадес, слово. От слова гад, мусор. Возле Иерусалима огромная мусорка была, огромная. Средние века. Вот это мусорное поле, туда кидали трупы казненных преступников. Нельзя было их хоронить. По поверью евреев, того, кому не хоронили, находится между мирами, мучается, не может уйти. И для того, чтобы он не получил прощения, для того, чтобы он за всё ответил, было запрещено его хоронить. Приказывали его труп кинуть в мусорку, вот в этот мусор, в мусорное поле. И раз в году это мусорное поле вместе с этими трупами, с этими всеми нечистотами сжигали. Сжигали это поле. И это называлось геэна, что означает огонь. Великий огонь. Не совершенствуется душа ни в таких страданиях, только такие нищебродные существа, как вы, могут говорить, что душа совершенствуется в страданиях. О каком совершенстве может быть речь? Скажите мне, пожалуйста. О чём вы сейчас говорите? Ребёнок, у ребёнка рак. За что его в душе совершенствовать? Рак у ребёнка мучается, день и ночь колят препараты. Он не видит ни воздуха, ни улицы, ни игры. За что ему это всё? Какое совершенство? Рабы, вы понимаете? Вы рабы. У вас душа раба, нищебродного раба, который радуется страданиям. Берите на себя его боль. Берите на себя его боль и страдайте, и совершенствуйтесь. Я посмотрю, о каком совершенстве может идти речь. Я прошла 8 операций. Я совершенствовалась по-вашему? Нет. Я мучилась. Просто я сильный человек духом. Я не озлобилась. Но любой из вас, если пройдёт эти мучения, не будет совершенствоваться, поверьте мне, и озлобиться на весь мир. Это зависит от человека. Но, ребёнок, вы когда несёте эту ахинею, поповскую сказку о том, что надо мучиться и совершенствоваться, скажите мне, пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, о чём речь. Анна, трупы воинов – это одно, трупы преступников в мусорке – это другое. Будьте добры, не несите чушь, не избивайте меня. Вот эту мусорку сжигали. Эту мусорку сжигали возле Иерусалима. И называлось это Великий Огонь – Геэна. Называлась Геэна. Отсюда... А вот эта вот мусорка называлась Гадес, что означает «мусор». И вот отсюда и название. У евреев было проклятие. Они проклиная друг друга говорили, чтобы твоя душа горела в геене огненном. То есть, чтобы твой труп бросили в мусорку, как бросают труп этих казнённых преступников, чтобы ты не нашла покоя, пожелания ада, пожелания мучений после смерти, и чтобы он в огне сгорел. Вот отсюда и пришло, понимаете, название вот это вот «огонь», «адский огонь» и так далее. Нет в Библии, нигде не написано. Если кто-нибудь из вас Библию читал, я могу вам Библию наизусть сказать. Я обсуждала Библию, если помните. Откройте мои ролики. Библию обсудим. Нигде ни слова не сказано о том, что кого-то там жарит, и вообще существует ад. Это всё уже дополнение пришло от старцев церковных, какие писали, 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 понимаете? Пожалуйста, вы мне не учите меня, какие эмоции куда выкладывать. Молча сидите и слушайте. Вас я не спрашиваю, с какими эмоциями я должна рассказывать. Я вас не спрашиваю, я вашего совета не спрашиваю. Если вы такие умные люди, откройте свой канал и объясняйте. Если у вас есть эти знания, я не против, чтобы вы объяснили народу. А раз их у вас нету, будьте добры. Не надо мне абсолютно никакие советы раздавать. Я не люблю, когда мне советуют. Мне может советовать человек только умнее меня. Пойдёмте далее. Почему мы пришли к духовной нищете? Мы пришли к духовной нищете потому, что люди, которые проповедуют любую религию, любые высокопоставленные религиозные деятели всего мира с древних времён и по сей день, они сами не верят в то, что вам говорят. Они в это не верят. Они не верят в Бога. Они не верят, что есть наказание. Почему? Объясню. Потому что когда человек верит, что есть некая сила, которая за ним наблюдает, он не будет сувать руку вам в карман. А если он это делает, а потом идёт в церковь, целует кресты, основное количество воров, рецидивистов, убийц и прочее, если у них спросить, они очень верующие люди. Очень. Как только они попадают на зону, они начинают, значит, иконы писать, они начинают ходить в церковь. У каждого из них кресты огромные на пузе, там на пол груди просто этот крест огроменный. Они очень верующие люди. Если у них спросить, у них одно слово только, Бог, Господь и так далее. А на самом деле, если эти люди верят и боятся, разве они пойдут на такое преступление? Ведь если я верю, что меня видит кто-то, понимаете, если я верю, что меня кто-то видит и накажет, как же я могу делать это? Это значит, я не верю в это. Я не верю. Моя религия – это магия. И по образу моей жизни вы видите, что я верю тем силам, с которыми работаю. Вы это видите, потому что если человек в этой среде, если человек в магии работает, то у него есть атрибуты, то у него есть знания глубокие магии, у него есть сила, он способен этой силой помочь, у него есть результаты его работы, и многое другое говорит о том, что человек живет этим. Если я буду говорить о магии и абсолютно никакие знания, абсолютно никакие атрибуты касаемо этой работы вы не увидите, значит, я просто говорю, но не живу этим. Понимаете, как говорят, любовь без дела мертва, и слово без дела мертва, говорить можно что угодно, судят по тебе, по твоим поступкам, стоять и народу проповедовать, люди добрые, надо вот это и это, можно что угодно, но жить по этим канонам нелегко, и очень мало из людей, кто сказал, что среди священников нет верующих людей? Патриарх Болгарии ездит на метро на свою работу. Он не нуждается в телохранителях, знаете почему? Потому что он верит в Бога. Он знает, что его Бог, его бережет, дорогие друзья. его бережет Бог, и он не боится, ему нечего бояться, его не за что убивать. Он обычный, бедный старик, одет и просто, он патриарх, он духовный лидер. А если, Анна, если еще один тупой вопрос, вы будете в черном списке, я предупредила. А если человек едет с охраной, значит он не верит в Бога. Я говорила всегда, ведьма, которая ходит по судам и милициям, чтобы отстоять свое право, закончили про евреев и про Иисуса, закрыли тему. Мы сейчас не говорим о религии, евреев и прочее, прочее. Закончили. Мне надоело это читать. Оставьте евреев в покое, они живут своей жизнью, вас не трогают. Закрыли. Мне надоело, когда все время сваливают на кого-то свои беды. Мне евреи жить не мешают и не мешали никогда, и не помешают. Все, Анна, ты в черном списке. До свидания, девушка. Так вот, если человек ходит по судам, называя себя ведьмой, это может говорить только об одном. Это говорит о том, что эта женщина не верит в то, что существует силой. Она не знает, как у них просить. Она не знает, как защитить себя и свое ремесло, если она ведьма. Если ведьма ходит по судам, ходит по милициям, чтобы спасти себя от людей и от нападков, она не ведьма. она ею никогда не была, потому что она не знает, что можно попросить у сил, и силы помогут. И никакой суд-прокурор не сделает такое, что сделает силой. Так вот, духовный голод у человечества началось тогда, когда люди отвернулись от родных богов и взяли к себе чужого бога, того бога, который даже евреев-то бедных мучил и измучил. Вы думаете, что евреи очень рады, что их выбрал Господь? Они же все время уходили от него, они пытались от него спасти. Испомните, сколько раз он их возвращал насильно. Сколько раз он их вернул, когда они поклонялись Золотому Тельцу, когда они вернулись к своим богам, когда Соломон начал ставить истуканы, изваяния богов по всему Иерусалиму и взял в жены разных женщин, разных наций, они были жрицы этих богинь, и он им разрешал свободно исповедовать эту религию. Они пытались выйти из этой религии, они пытались отойти от этого человека, ой, извиняюсь, от этого бога. И поняв, что евреи все равно не поддаются, но в итоге они все равно выбрали свой закон и все равно отошли от него, они отошли от него. То, что они поклоняются, у них уже, они поклоняются, наверное, больше своим традициям, обычаям уже, чем богу. Помог ли этот бог евреям? Что перетерпел этот народ? Вечный плен, Вавилонский плен, Ассирийский плен, Египетский плен, Холокосты, Гонений, и до сих пор их не любят. Он же богоизбранный народ, он же должен по сути процветать, жить счастливо и радостно, вообще без никаких проблем. Он живет так? Вы когда говорите о том, что милосердный бог, и вы идете к этому богу, который на вас плевать хотел, скажите мне, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, на то, как же жил тот народ, который шел за ним. Плен, 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 наказание, плен, наказание, плен, захотели евреи посмотреть на святой ковчег Господа, который вел Давид. Посмотрели евреи, что они получили? Они получили мор, они получили болезни, и болезнь начал косить народ, и с гордостью в Библии написано, и ударил Господь народ Израилев, и умершлил, значит, 10 тысяч человек за то, что люди хотели посмотреть на ковчег своего Бога, радоваться хотели, увидеть хотели его ковчег Завета, который возили, и с такой гордостью, и вот он ударил его, ударил этот народ, и убил 10 тысяч, подумаешь, что там такое убить-то? И сказал он Саулу, не будешь ты царем, я тебя наказываю, а за что? За то, что был приказ царю Саулу, что девственница отдели от филистимлянских народов, от всех, а женщин, детей, стариков исколеси, и Саул не подчинился, Саул пожалел людей, он сказал, как же я могу детей, женщин исколесить и убить, не могу я это сделать, рука не поднимается, и тогда Господь сказал Саулу, ты не будешь царем, царем будет Давид, а Давид был кровожадный, Давид был далеко от того образа святого, который приписывают, Давид был жестокий, бесчеловечный, Давид ему нравился, откройте второзаконие, люди слепые, посмотрите там, что написано, как приносить жертву ему, и с каким удовольствием он рассказывает и говорит, как отделить голову значит животного сюда, кровь пускать сюда-то, там жечь это сюда, эту часть отдать жрецам, там священнослужителям, ту часть отдать тому-то, он с таким удовольствием маниакальным дает распоряжение полностью, как жертвовать, как сделать, милосердный Бог, один момент, когда когда Фомарь, которую отпустил муж, нет, Фомарь умерла, и тогда Фомарь по закону того времени должна была зачинать ребенка от своего Девера, и Девер залез к ней в постель, но семья свое он отпустил в сторону, сказано там, так написано, я уж извиняюсь, не хотел сделать ребенка Фомарь, и ударил, Господь его и убил, за то, что он не хотел, и тогда Фомарь возлежала со вторым своим Деверем, то точно так же сделал, не оплодотворил ее, он ударил и убил, в общем, все четыре брата ее покойного мужа ушли за ним вслед, потому что Фомарь хотела от них детей, и они не хотели от нее, и тогда Фомарь ушла к своим родителям и подождала, и в какой-то момент ее тесть, который проходил мимо этих краев, тесть, который много лет уже забыл или не видел свою невестку, может, тогда бывало так, что дети жили далеко, родители знали, что они женаты, даже не видели их особо, тесть проходил и сказал он, нету ли здесь какой-нибудь блудницы, блудной женщины, захотелось с тестью налево, и тогда Фомарь, услышав рядом, что он хочет блудную женщину найти, прибежала к нему и сказала, что она готова с ним возлежать, и вот когда они там возлежали, и Фомарь забеременела от тестя, тогда выяснилось это все, этот блуд и вывели ее убивать, когда вывели ее убивать, она сказала, что перед смертью она хочет сказать, что это ребенок от ее тести, потому что ее деверы, в общем, четыре девера, которые возлежали с ней, не хотели сделать ей дитя, и она по закону имела право от этого рода зачинать ребенка, и единственный ее выход был это возлежать со своим тестем, и тогда народ сказал, да, она права, ее отпустили, молодец, Фомарь, какая умная женщина, как хорошо поступила, прабабушка Давида, Руфь, которая была замужем за евреем, но сама была инородкой, и когда он умер, его мать ушла, две снахи заплакали, значит, Руфь, и не помню сейчас, как ее свекровь звали, да, она заплакала и сказала своей свекрови, я с тобой пойду, я с тобой пойду, от тебя не отстану, я тебя не отпущу, она пришла с ним, и тогда свекровь сказала своей невестке, у нас есть родственник, ВООС, у него поле есть, иди поработай на этом поле, и когда он пойдет отдыхать, дочь моя, пойди и возлежи рядом с ним, да, Руфь и Наэмия, точно, Руфь, пойди, сказала она, и возлежи рядом с ним, и она так и сделала, и когда он проснулся и увидел ее, она сказала, что он с ней был, ничего не помнит, и он был вынужден взять Руфь к себе, а потом Ноэмию забрали туда, и оттуда родились вот отец Давида и так далее, Так вот, дорогие друзья, духовная нищета это когда порог, грязь, это когда опущенность, это когда плут, все очень выгодно переворачивается и выдается за святые поступки, представляете, когда грязь представляется как святой поступок, как достойный поступок, вот что значит духовная нищета, когда считаете, что красота женщины это пятый размер груди, и красота женщины это огромные губы и что женщина должна быть вульгарно грязная и что на ней не должно просто место остаться где бы пробу поставить, только тогда она может быть достойной женщиной, нищета людей началась тогда, когда люди уничтожили все свои древние знания, когда люди уничтожили и посчитали за суеверие все правильные законы природы мироздания, когда люди посчитали, что лучше построить какой-то комплекс и разрубить эти леса, и когда земля начала мстить людям этими оползными землетрясениями и наводнениями, а мы думаем, за что нам такое, что мы сделали? Вы уничтожаете целые леса, целые континенты уничтожаете, а вам мстят, потому что ваша жадность не имеет границ. Человек сегодня уничтожает, не думает о том, а как мои внуки будут жить, что они будут делать, чем они будут дышать, они уничтожают целые целые километры леса, деньги, 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 а ваши дети, внуки, как им быть после вас? Сжигание древних книг, уничтожение духовенства, жречества, духовная нищета. Самые такие, знаете, характерные черты духовной нищеты сейчас обсудим с вами. Считать, что одна сила должна быть лучше, а вторая сила должна быть принижена. Духовная нищета это ненавидеть одну силу и поднимать другую силу, считая, что воюя против другой силы, человек найдет свою дорогу в жизни. духовная нищета это сваливать на какую-то темную силу все свои грехи, все свои глупости, все свои низкие поступки. Духовная нищета это найти сатану, дьявола, еще кого-нибудь, чтобы на него списать все свои недоработки, все свои низости в жизни, малодушия и прочее. Это и есть духовная нищета. Духовная нищета это искать веру в каких-то приметах, суевериях, создавать пропаганду чудес. Это духовная нищета, когда люди не понимают, что Бог есть везде, в каждом живом человеке, что божественное начало, начало богов, природы, силы, вселенной, оно везде присутствует. Открывает какие-то школы познания, самопознания, самое лучшее познание, самопознание это обычная жизнь. В обычной жизни ты учишься быть человеком, в обычной жизни ты учишься быть другом, товарищем, помощником, родителем, сыном. смотришь, ролики создают, посмотрите на деяние Господа, значит, показывают, вот душу женщины забирают ангелы, верующая она была, очень верующая женщина, ее душу ангелы забирают, а я смотрю и вижу, что это фотошоп, и нет там никаких ангелов. Посмотрите, лев говорит, лев кричит Аллах, ой, боже мой, боже, это знамение, а лев не кричит Аллах, он просто рычит, это его рык, он вот львыный рык, он ничего не кричит, почему-то люди забыли, что надо видеть живого Бога в деяниях своей жизни, а не в пропагандических глупых роликах, которые вызывают только смех, это дешевит ваши религии, дорогие люди, вы думаете, что вы делаете пропаганду, там выставил один человек, не буду называть, посмотрите, джин, джин летит от молитвы, там, значит, от молитвы, там, муидзин кричит, и в этот момент джины испугались и улетают, а там пакет обычный, я говорю, ты что, издеваешься, ты смеешься над людьми, или думаешь, что люди бараны, а там написали, ой, боже мой, ой, это знамение, это знамение, понимаете, они дешевят религию, не нужно создавать искусственные чудеса, чтобы люди верили, за иконами ставят какой-то чайник, наливают там что-то, через некоторое время оттуда начинают идти слезы, стекает краска, богоматерь заплакала, чудо, люди, чудо творится, богоматерь заплакала, господи, помилуй нас грешных, смешно, один священник в Иерусалиме, армянин, выступил против Иерусалимского огня, он сказал, что люди должны верить в Бога не по каким-то дешевым фокусам, не по каким-то дешевым фокусам, послушайте, хватит вот эти верующие шепотки, хватит, я об этом уже говорила, тут вера ни при чем, это маскированные древние заговоры под христианские молитвы, нету никакого огня там, и он воспротивился, он сказал, хватит обманывать публику, нету, никакой огонь оттуда не сходит, не опускается, зачем вы это делаете, это же дешевый фокус, это оскорбление веры, вот где оскорбляют веру, вы говорите оскорбление веры, молоко Богоматери храним в каких-то тюбиках, если бы Богоматерь была просто дойная корова, она бы даже столько тонны молока не дала, сколько хранится по всему миру молоко Богоматери, вот все вместе, если собрать это молоко, это я не знаю, она, наверное, просто день и ночь доилась, извините за выражение, это принижает веру, это не возвышает абсолютно, потом, как можно молоко хранить 2000 лет, вы где-нибудь видели молоко, которое 2000 лет хранится, это нереально, чтобы молоко хранилось 2000 лет, от чего плачет икона, я вам объясню, подходит к иконе тысячелетиями, много поколений людей, она насыщается постоянной энергией, и в какой-то момент не выдерживает краски, начинает протекать, понимаете, они стекаются и все, руки Иоанна Крестителя, голова Иоанна Крестителя, получается, что Иоанн Креститель был просто семиголовый какой-то дракон, потому что во всех местах его голова есть, где его голова, где не его, иди докажи теперь, а может там вообще Иоанна Крестителя близко не было, Иоанн Креститель получается семиголовый, Рука Иоанна Кронштадтского Когда посчитали, получилось, что у Иоанна Кронштадтского, извиняюсь, 11 рук Он что, сороконожкой был? Вы понимаете, что это принижает религию? Вы смеетесь над тем, что в африканских племенях выкапывают черепа, носят с собой А, это смешно, это мракобесие, бесовщина А у вас не бесовщина? У вас черная магия хуже, чем бывает Я занимаюсь магией, я дома трупы хранить не стану Потому что я понимаю, что это чревато Это привязка к некротике Вы идете, целуете трупы Кто вы есть? Вы труп целуете, просите у трупа Выкопали бедную женщину, не дают ей спокойно спать, Матрону А вы знаете, что пока тело не разложилось, душа стоит рядом Ее душа мучается и хочет покоя Поэтому она и помогает людям Церковь ее взяла в заложники просто Посадила туда на цепь И заставляет служить Мы уничтожили все настоящие ценности И пытаемся создать искусственные Искусственные ценности невозможно создавать Искусственные ценности не бывает Они должны быть настоящие выстраданные Которые пришли из веков, изнутри себя Как бы там ни было, все равно мы верим приметам Как бы там ни было, все равно мы идем к бабкам Исцеляться и нашептать на грыжу пупочную Никто не идет к священнику и говорит Помолись за меня, батюшка, чтобы у меня грыжа прошла Не пройдет Ты хоть до усрачки обмолись, не пройдет Дорогие люди, мы отошли от родных богов И боги нам дали время, чтобы мы поняли Что мы без них не можем Что та религия, которая пришла Она принесла реки крови Реки крови Священная война против мусульман Все, взяли, ушли Крестовый поход Уничтожаем людей, женщин, детей, всех Священный газоват против неверных Пришли мусульмане, уничтожили, сожгли Инквизиция, сжигаем ведьм То есть всех неугодных 600 лет уничтожили весь генофон Поэтому сейчас у них бабы как мужики Потому что все красивые женщины были убиты Ген красоты закончился Все, Европа осталась Мужеподобные угловатые бабы Если кто-нибудь есть красивый в Европе Сто раз проходил через хирургов И пластических этих врачей Нету своей красоты У них даже стыдно иметь грудь У них до сих пор не модно быть красивой У них до сих пор не модно быть красивой У них женщина должна быть с фигурой мальчика У них неприлично ходить на каблуках Почему? Генетически осталось Что все красивые женщины Ухоженные женщины Это не хорошие женщины Это ведьмы Их сжигать надо А вот все бабы, у которых Извиняюсь, ни сиськи, ни того, ни этого Все прекрасно Вот женщина должна быть такая Вот женщина И вот это я понимаю Ухоженность неприлично У француженок Вообще, извиняюсь за подробности Брит под мышкой Неприлично Человек должен быть естественный Со своим естественным запахом Вот идут и воняют Считают, что это правильно Это нормально И смеются над теми женщин Которые это делают Считают, что они Шалавы, шлюхи они Нормальная женщина так не делает Ходит со своим лесом Извините за выражение Почему? Откуда это пришло? Всех времен вдолбили в голову человеку Что чистота, гигиена Это неприлично Это ведьмы только так ходят Вы удивляетесь, что там очень много Стало голубых, то есть гомосексуалистов Я, например, не удивляюсь С такими бабами, которые там сидят Мне кажется, любой мужик Предпочтет другого мужика Вы видели их, министров обороны Как они выглядят? Вы вообще европейских вот этих чиновниц Видели, как они выглядят? Хоть одну мне красивую покажите Начиная от Меркель И заканчивая всеми остальными бабами Которые сидят в их парламенте Это же просто страсть Господня Там смотреть не на что Что там видеть? Там нет женщины Там духовная нищета Там мужеподобные существа какие-то И считается неприличным быть женщиной Быть слабой Быть красивой Если ты там дверь откроешь женщине Она обидится Ты что меня за слабый пол считаешь? Это не уважение Это наоборот Идут муж с женой в ресторан Каждый за себя заплатил Такие вопросы не здесь пишут Николай Духовная нищета От чего пришла? Убили всех знающих людей Ученых Ведающих Всех знахаров Всех Мудрых людей Всех философов Убили Уничтожили И пришли к духовной нищете К тому Когда их храмы Их церкви Продаются за 100 долларов Символически И там устраивают Гостиницы Рестораны Вот они Вот как церковь ответила За инквизицию За крестовые походы А думали что не ответят Казну набивали Убивали тысячи людей Было все равно Священное Иерусалимское там Государство Крестоносцев Ответили Дорогие друзья Все возвращается на круги своя Построено на крови На убийствах На терзаниях Религии не могут Ничего хорошего принести Если человек боится Говорить Например на востоке Что я не верю Вот не верю Я не верующая Не хочу я верить Потому что Знаешь что забьют камнями Внутри себя Думает Ну в мою душу Никто не заглядывает Я не верю в это Но я буду делать вид Что я верю Я тоже не помню Ни одной войны Во имя дьявола Я например Не помню Ведьм Которые друг друга Убивали Из-за того Что та не так колдует А эта вот так колдует Я таких тоже не знаю Почему-то во имя дьявола Никто никого не прирезал А вот во имя Бога Пожалуйста Миллионы А кто сейчас ходит в церковь Люди старые Люди отсталые Люди уже духовно нищие Или притворщики Или самые такие конченые бляди Которые идут в церковь Одевают платок И они стали святы Просто святы Чтобы скрыть Своё грязное прошлое Они себя корчат верующих Но мы-то знаем Кто они есть Покажите мне одну церковь Которую вы ночью можете прийти Постучаться И мечеть в том числе И скажите Мне идти некуда Помогите пожалуйста Это же дом Бога Помогите Дайте мне приют Мне некуда идти Они тебя так пошлют нахер Что ты прям удивишься Идите попробуйте Это же храм Божий Для чего он построился Чтобы помочь людям В этом помещении В этом месте Молиться Быть братьями да сестрами И чё Идите Я вам ещё раз говорю Просто притворите Скажите Мне некуда идти Поможете мне И ты посмотришь Где там живёт Бог или нет Его там не было никогда И не будет Иконы У кого дома полно икон Как правило Это люди очень нищие У них дела вообще не идут никуда Как правило У кого миллионы икон Они никуда Не двигаются по жизни У них всё стоит Позвольте-ка Я вам объясню Эту духовную нищету Которую мы Давно не обсуждали Кто на иконах изображён? Мученики Кто там мучился? Святой Фома За что? Он верил в Бога Его забили камнями Хорошо Он мученик? Мученик Почему мучеником нельзя считать человека Который в Беслане Выносил детей А в итоге потом его застрелили Он спас 20 детей И погиб Почему он не мученик? Скажите мне, пожалуйста Потому что он не во имя церкви погиб Не во имя креста Он погиб во имя каких-то детей Подумаешь Какой ещё мученик? Пожарный, который зашёл в дом Который вынес старика Детей Зашёл за другим ребёнком Вынес его Не успел И на его голову рухнуло И он там умер Он мученик? Разве нет? Он спас жизни Он род продолжил Он дал возможность Этому роду продолжиться Ценой своей жизни Почему он не мученик? Почему тот, который просто молился День и ночь От нехер делать, извините меня Его забили камнями Он стал мучеником А тот, который сделал полезное дело Не был мучеником Разве он не помучился? Его жертва значительно правильнее И имеет место быть Чем та жертва Которую тот совершил А потому, что Он не ради церкви На нём заработать нельзя Его иконы мы не продадим Извините меня Правда ведь? Честь него не будет церковный праздник Какой же он мученик? Какой от него толк? От его мучений Святым отцам Извините меня Никакого Поэтому пошёл бы он Господи Помер и помер До свидания А вот этот Он же ж молился Он во имя веры погиб Иконы напишем Продадим Праздник церковный назначен Во имя святого Фомы Люди будут приходить Денюжки носить Вот он и мученик Он нужен Он выгодный Понимаете? А что у нас Во время Осадного Ленинграда Сколько было людей Которые Ценой своей жизни Просто перевозили хлеб Кормили детей Ценой своей жизни Перевозили медикаменты Вывозили раненых Помните Дорогу жизни Через Неву Все уходили И не знали Будут живы Или нет Когда начинали Их бомбить Они сразу уходили Эти грузовики Под воду Не было никакого Шанса спастись А человек шёл На это Шёл Чтобы доставить хлеб Детям Женщинам Голодающим Чем он не мученик? Скажите мне пожалуйста Почему он не мученик? Почему у нас такой Духовный голод И нищета Что мы считаем Мучеником Того человека Который ради нас Ничего не сделал Почему люди считают Что Завидуя другому человеку Пытаясь свалить его Пытаясь Облить его Дерьмом Они поднимутся Они чего-то достигнут В этом мире Чем вам Недуховная нищета? Быть подлым Модно Быть Грязным Модно Быть пошлым Модно Быть шлюхой Модно Тебя покажут По ток-шоу Если ты достойна Женщина Если ты Помогаешь Воспитываешь Чужих детей Если ты Спасаешь Жизни Ты никому Неинтересна А вот Шурыгина Какая-то Которую Печно Насилуют Где-то там Подворотнях Вот Звезда Экрана Прославила Женщина Че плохо? И после этого Многие начали Говорить Объявлять По ютубу Меня изнасиловали Надо мной Издевались Помогите Люди Чтобы их Показали По ток-шоу Икона Стиля Стала Шлюха Понимаете Что за ужас Куда мы Пришли По тоскушке Стали Идеалом Женщины Шалавы Стали Востребованы Звездами Почему Не показывают Духовную Молодежь Достойных Детей Они Неинтересны День и ночь В ток-шоу Сидят Алкаши Вонючая Без зубов Ей 30 лет Выглядит Старше Моей бабушки С висячими Крудями По разные стороны Как будто У нее налевчик Денег нету Мать ее Извините меня Девять детей Нарожала Хероиня Пришла там И начинают Надо ей Помочь Мы должны Помочь Кому Помочь Кому Я должна Я не должна Никакой Алкашке Помогать Она будет Трахаться Рожать Детей Непонятно От кого А я должна Работать Платить Налог И этой Шлюхе Помогать Почему Я не могу Понять Чем Я ей Обязана Она что Для меня Рожает Этих Бальных Детей За которые Получает Денюжки Почему Мы должны Жалеть Их Они Они Нас Жалеют Они Общество Жалеет Они До утра Сидят Они Люди Они Не Люди Алкаши Не Люди Это Биомусор Это Биомусор Биологический Мусор Отход Человечества Какие Они Люди И И Почему Мы Должны Жалеть Почему У нас Нет Жесткой Политики Когда Предлагали Таким Женщинам Просто Насильно Перешить Трубы Как В Китае Делают Знаете Что Сказали Это Не По-христиански А Вот По-христиански Когда Инвалиды Дети Друг за Другом Голодные Смотрят Как Ты В кафе Голичком Помогаем Я Не Могу Понять У Нас Мы Стали Жалеть Палача И Осуждать Жертву Понимаете Куда Мы Пришли Мы Пришли К тому Что Сидит Одна Баба В черной Такой Этой Балдахине Черном Сидит И Говорит Колдуны Продают Душу Сатане Мне Хотелось Плюнуть В ее Рожу И Сказать Да Сатане Вы Продали Душу Давно Причем Не Сатане А Самым Темным Самым Черным Зловещим Силам Во Вселенной Вы Продали Вы Себя Давно Продали И Ваши Речи Рассчитаны На Примитивных Овец Но Не Для Сильных Людей Не Для Достойных Людей Ваши Нищие Примитивные Речи Если Колдуны Такие Плохие Такие Секи Почему Вы Разъезжаете На Ройс Ройсе Когда Вы Проповедуете Нищету Скромность Вы Почему Так Не Живете По Этим Понятиям Хоть Одному Ребенку Церковь Дала Деньги На Лечение Покажите Мне Вот Этого Ребенка Которого Вылечила Святая Церковь Богатейшая Она Всегда Была Самый Богатый Феодал Землевладелец Храмы 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 Ни одного Ни одной Клиники Нет для Детей Зато 20 Храмов На Каждом Углу Кто Туда Идет Туда Идут Покупать Свечи Чтоб Нести Ведьме Туда Идут Поставить Перевернутую Свечу Врагам Туда Идут Заупокоить Своим Врагам Живым Еще Вот Зачем Идут Церковь И еще Туда Идут Самые Грязные Конченые Верующий Очень Хороший По локоть В крови Пошел Церковь Построил Убил Друга Убил Брата Кинул Того Этого Ограбил Людей Стал Чиновником Бизнесменом Пошел Церковь Построил Попы Ему Жопу Лежут Святой Человек Пришел А вы Знаете Что в Древние Времена Церковь Не Принимала Значит Помощь И не Принимала Деньги У людей Которые Пили Которые Вели Антисоциальный Образ Жизни Считалось Грехом С них Брать Деньги Они Им Отказывались Чтобы Те Осознали Что Они Неправильно Живут А Сейчас Что Убил Людей Построй Храм Все Будет Хорошо Индульгенция Дорогие Друзья Мы Отвернулись От Родных Богов И Мы Пришли К К К К Ответьте Мне На Один Вопрос Мы Отвернулись От Язычества Мы Отвернулись От Древних Сил Мы Отвернулись Отвергли Все Понятия Чести Совести Законов Природы Что Мы Мы Что Мы Мы В Господа Бога Мы Получили Бесконечные В Воины Во Имя Аллаха Мы Получили Бесконечные Воины Во Имя Христа И Гроба Господня Мы Получили Резню Убийство Уничтожение Всех Святынь Упопление Всего Что Возможно Вот что мы получили. Они проповедуют с кислым лицом, потому что не считают людей за людей, они считают людей за стадо, быдло. Люди всегда были склонны подчиняться своим страстям, люди всегда были завистливы, люди сами по себе не менялись, но была стержень, существовало понятие любовь, дружба. Тацит сказал, римская империя разрушится, потому что культура должна воспитывать, а не развлекать. А мы сейчас не воспитываем культурой, мы развлекаем. Развлекаем, концерты, там, извиняюсь за выражение, блядство на всех экранах, всё прекрасно, весельно, всех шлюх этих силиконовыми сисками, грудями, губами поставили, пришли, ой, все похлопали такие все, эталон красоты, эталон. Вот как должна жить женщина? Она ходит, значит, садится, там мужчины сидят, итальянцы приехали в Москву, стыдоба, вообще сарамота, поедут, скажут, в России одни проститутки. Садится рядом с ними, ой, hello, вы такой интересный мужчина, вот если хотите, значит, положила свой телефон. Ой, вот я так хожу, там какая-то дорогая машина, вот я тут тоже оставлю свой телефон. И у него спрашивают, а кто вы вообще? Вы не проститутка, случайно? Нет, я просто умею жить, я считаю, что это правильный образ жизни, правильный образ жизни себя предлагать, просто до тошнотворности, понимаете, мерзко смотреть, как женщина себя предлагает. Давай поженимся, выходят, начинают задницы трещать, там танцуют, я не знаю, вот возьми меня, я хорошая. Когда эта женщина себя предлагала, как лошадь на скачках, ещё и зубы покажитесь свои, что вот зубы у меня тоже хорошие, новые. Женщина ждала своей судьбы дома, и эта судьба приходила к ней. Почему пропаганда пошла низости, дешёвости, почему это считается нормой жизни? Потому что мы подходим к рубежу, и чем дальше, тем грязнее, грязнее. Извините меня, вон одна верующая тоже там снимала каждый день, на всё услышание мира сказала, пять раз в день делаю омовение в этих хиджабах, то с этим переспала, то с тем переспала. Святая женщина, чем это не притворство? Дорогие люди, если человек отвергает законы природы, а боги дали людям законы природы, а боги дали людям определённые законы, которые нельзя было нарушать, нельзя было нарушать, нельзя было отходить, можно было эти религии даже построить по-новому, не разрушив старые, понимаете? Просто внедрить этого бога в пантеон тех богов, если они хотели. И человечество просто могло бы постепенно уважать и это божество, и то божество, когда убили жрецов, носителей знаний, когда ведьм объявили вне закона, те женщины, которые ведали, знали, понимали, и учили правильно жить, учили некоторым, понимаете, у них не просто был жизненный опыт, они знали закон мироздания, и поэтому учили человека, говори вот так, попроси вот так, обращайся вот так, и силы тебе помогут. Когда уничтожили все старые принципы, когда вольный, сильный, бесстрашный язычник, который чтил родных богов, который чтил свой очаг, который знал, что такое честь, любовь, девственность жены, которую он приводил, и она была только его, и она называлась ведомая жена. Ведома означалось, вели ее три раза вокруг алтаря. Когда боги были наши отцы, деды, пращуры их называли, наши предки, они нас любили, мы были их дети. И когда все это резко оборвалось, уничтожилось, и на первое место пришло грех, несчастье, нищета, и то, и это, то обнищало человечество. Мы отошли от знаний, мы перестали читать, учиться, узнавать, познавать, почитать. Мы начали выгонять, вот, мы начали изгонять силы от себя, мы начали их изображать страшными, какими-то кикиморы, какие-то бабы-яга, такая жуткая, страшная. Мы из них сделали демонических фигур, мы начали их чураться, мы начали их выкидывать. А ведь это духи, которые сопровождали наш род, наших предков, чтобы защитить, учить, помогать, усилить, вылечить, исцелить. Куда шли люди? Куда шли люди, когда просили помощи? В лес уходили, набирались энергии, купались в водах, они исцелялись, оздоровлялись и возвращались. А что сейчас человек делает? Идёт в церковь, место страданий, место, где на вас смотрят изображения людей, которые ушли в мучениях. Мы идём к мученикам, просим счастья. А что для мучеников было? Для их сущности мучений есть счастье. Вы то счастье, которое они понимают, они вам и отдают. Одно дело, когда был истукан Бога, понимаете, силы вселенской. И люди шли к истукану Бога и просили. И это была сила, это было божество, которое дало. А другое дело, когда мы идём, когда мы идём и просим у изображений, у сущности, у силы, которая мучилась, мученическая, измученная душа обычного человека. Что она может дать вам, кроме нищеты, кроме мучения, которое само было? Посмотрите на верующих людей, настоящих верующих людей. У них счастье есть. Они своё счастье видят в бедности, в нищете, в обиженности, в опущенности. И вы знаете, что они все озлоблены? Они озлоблены, с голодными глазами, с ненавистью. Я не видела ни одного счастливого, прям преданно верующего человека. Я не знаю. Я не видела таких. Символ мучений. А если бы Христа, например, утопили, что бы было у нас на церквях? Аквариумы бы висели? Или утопленник бы висел? А если бы его повесили? Мы бы повешенного носили на груди? Я говорила об этом сто раз. Берите вот нож, которым убили близкого человека, носите на шее, как память о нём. Логика должна быть, логики нет. И люди не хотят даже голову, башку свою открыть и понять. Крест – это древний символ, ключ, закрытие, закрытие дорог, денег, всего. И осеняя себя крестным знаменем, никакой помощи вы не получаете от него. Вы закрываете себя. Ну ладно, чёрт с ними, кто идёт. Я не пришла в этот мир, чтобы спасать баранов, божьих. Мне они неинтересны. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, есть такой момент, переломный. Приближается шесть тысяч лет с того времени, как властвует на земле та сила, которая отвернула людей от богов. И имя той силы я вам называл. Я вам объясняла, почему так происходит. он переписал всю историю себе в угоду, что это он был такой честный, чистый бог. Все остальные демоны, чернота и так далее. Приближается его срок к концу. И к концу его срока эта духовная нищета ощущается особенно сильно, особенно страшно. и вы это видите. Вы видите, что опустошается просто понятие честь, совесть не модно. Выходить замуж девственницей не модно. Смеются над народами, которые еще соблюдают это, считая, что это старомодно, что это средневековье, что это и так далее. Моральность уже не модна. самый лучший и легкий путь к славе это открыть жопу, извините меня, и показать всему миру. И тут же ты прославишься, тут же тебя Малахов пригласит на теперь уже другое, там прямой эфир он ведет. Тут же все каналы будут тебя рвать на части. Если ты сделал доброе дело, если ты разумный человек и сделал много хорошего, ты никому неинтересна. Интересна шлюха, которая пойдет туда и будет рассказывать, как ее четвером насиловали в туалете, потом вот и так далее, потом и так, и потом ее в лес вывезли. Это же интересная история, веселая, правда? Интересная алкашка, которая придет и будет плакать. У меня нет того, у меня нет этого, мне не помогает государство, мне не помогают власти, мне люди не помогают, мне вот так не помогают. Поднимите руки, кому помогали государство, власти люди все, мало таких людей, очень мало, по пальцам можно сосчитать, по всей России, кому государство что-либо помогло вот прям где-нибудь, но почему-то люди поднялись сами, не плачут, и не считают, что все им обязаны и должны, но человек, который день и ночь не просыхая пьет, удивляется, почему ее дети рождаются, больные, почему ее не любят люди, почему ей должны помочь, почему ее чураются, да потому что ты женщина 30 лет, беззубая, грязная, вонючая, немытая, извините, неухоженная тварь, почему тебя должны любить, когда твои дети лежат непонятно где, полуголодные, грязные, с открытой задницей бегают, мухи к ним липнут, и ты пришла и говоришь, я человек, меня надо любить, меня надо уважать, и церковные все эти лидеры надо терпеть, уважать, почему я должна кого-то терпеть, почему мы начали пропагандировать, что эти терпилы, алкаши, шлюхи, проститутки, они хорошие, им надо помогать, а нормальный человек сам пробьется, почему бы их не порицать всенародно, почему не выставить, сказать, слушай, ты, ты, которая раздаешь свои номера, ты просто проститутка, причем самая дешевая, потому что та, которая стоит на трассе, хотя бы к ней подходит, наверное, там, я не знаю, она пользуется каким-то спросом, а здесь ты сама себя предлагаешь, почему ты наших детей учишь тому, что это нормально, ведь девочки, у которых мозг еще не созрел, начнут точно так же делать, считая, что, ну, сейчас вот я номера свои буду оставлять, какой-нибудь дяденька мне позвонит, и я буду очень богатая, счастливая, и так далее, почему женщина приезжает в Москву и считает, что сейчас должны все олигархи мира прям стелиться у ее ног, почему женщина считает, что мужчина ей все должен и обязан просто так, просто потому, что у нее сиськи пятого размера силиконовые и губы накаченные, и губы накаченные, почему ей так кажется, почему до нее не доходит, что для того, чтобы любить женщину, чтобы хотеть с ней спать и, в конце концов, родить от нее детей, она должна быть близким другом, человеком, покажите мне хоть одного пластического хирурга, у которого у жены пятый размер груди и огромные губища, он всем делает, но почему его жена обычная женщина? Почему она обычная женщина? Потому что, потому что у нее есть духовная ценность, она друг, понимаете? И друг это нечто другое, чем силиконовая долина. Я не собираюсь никому помогать, чтобы вам вернули деньги или что-то еще, вы не туда попали, колхоз. Очнитесь, идите в свой колхоз обратно. Нет, я на первый канал не пойду. Я не пошла и на канал какой-то там РЕН-ТВ или какой, который меня приглашали. У меня много было приглашений, если честно. Последние вот полгода нету стихла. Видимо, поняли, что я не соглашаюсь. Я не пойду на эту клоунаду. Я не собираюсь идти туда и нести ту ахинею, которую они хотят слышать, а правду жизни они слышать не хотят. Хочу вам сказать, дорогие друзья, мы подходим к такому рубежу, когда... Илья, ты мне надоел, что можно носить, что можно носить? Трусы носи! Достал! Чё носить ему не знать, бедный? Трусы носи и хватит! Пришло время, когда духовный голод достигнет таких высот, нереальных высот. И придёт такое время, когда случится некий взрыв сознания. Я вам говорю, вы знаете, что все мои слова сбывались и ещё ни разу не было... ну, не было такого, чтобы не случилось так, как я сказал. И если вы мне верите, доверяете, я хочу вам сказать. Произойдёт некий духовный взрыв. Отойдут люди от всех религий. В ближайшие 50 лет начинается эра тёмных богов. Вот первый год начала эры тёмных богов – это год дракона, следующий, чёрного подземного дракона. Начинается эра тёмных богов, потом эра водолея началась. Эра водолея – это очень символичное время. Заканчивается уже, как бы сказать, период рыб и начинается эра водолея. рыбы, дорогие друзья, это был христианский символ. Помните? Независимых нет ток-шоу, там всё по сценарию, там тебе не даст никто ничего сказать своё. Рыба – это символ христианства, который был. Если помните, в Римской империи, да, скрывались, каким образом христиане, они рисовали рыбу. Рыба – это символ христианства. Почему? Потому что в голове рыбы, вот эта кость возле хрящика рыбы, крест. Никогда не задумывались, почему мусульмане не едят рыбную голову. Ну-ка, скажите мне. Было запрещено есть голову рыбы в 16 веке в исламских странах, потому что кто-то из них обнаружил, что в голове рыбы возле хрящика есть крест. И после этого рыба была запрещена. Нет, рыба не была запрещена, голову рыбы не ели. Они могли там полностью рыбу пожарить, красиво положить, но голова считалась запретной. Голову есть было нельзя. В голове был крест. Это мне рассказал мой дед. Я проверила, я раскрыла голову рыбы и увидела, что действительно есть крест. Нет, не из-за того, что он рыбой покормил кого-то по легенде, из-за того, что в голове рыбы был крест. И они выбрали символ рыб, рыбу. Рисовали рыбу как знак христианства. Это был тайный знак, тайный шифр. Итак, эра рыбы началась две тысячи лет назад. и эра рыб это время религии, доминантности силы религии. Эра рыб закончилась, началась эра водолея. Водолей это сила, знания, бесконечное течение жизни. Водолей это источник, истоки. Дорогие друзья, исток. Люди возвращаются к истокам. А теперь посмотрите, сколько людей теперь посмотрите, сколько людей образуют всякие языческие кружки. Но язычники называются. Правда, это коммерческие организации. Я бы не сказала, что они там прям такие очень умные вещи говорят. Но в любом случае, церковь уже ничего с ними делать не может. Называется народное творчество. Все. Люди возвращаются к древним богам. Люди поняли, что рабом быть нехорошо, что раба не любят, раба не кормят, раба эксплуатируют. Чувства раба никому не интересны, что нужно быть сыном, дочерью Бога. отчим мы сыновья и дочери мы сыновья и дочери наших богов. И человечество стало туда возвращаться и вернется. и в течение 50 лет начнется перелом, жуткий перелом, когда церкви будут стараться и мечети, все, все религии мира будут стараться заманивать как возможно всякими различными там запугиваниями, какие-то пророчества, какие-то приметы. И так, когда мне говорят, люди пишут, вы знаете, придет время, вот покайтесь, мне заходят и пишут, покайтесь, придет время, ислам овладеет всем миром, и вот мы вас всех там перережем, колдунов, ведьм, вас не будет. Мне очень смешно, знаете почему? Потому что я как историк вспоминаю средние века, когда христианские мыслители говорили, придет время христианства овладеть всем миром, все уже мы завоевываем христианские территории, христианство будет самой главной, главенствующей религии, покайтесь все, христианство пришло к краху. Вторая религия, она моложе, она еще верит в свое могущество, еще стремится, еще верит в свои ценности, но оно тоже идет к краху. Все религии мира приходят к краху, потому что основатель этих религий не любовь, выгода, кровь, насилие и страх. Так вот, человек подчиняется тебе до того момента, пока ты силен и боится тебя. Как только ты ослабеешь, он от тебя отойдет. Вот то же самое касается религии. Люди верили и не то, что верили, делали вид, что верили в Бога и в религию до того момента, пока это было, скажем так, смертельно опасно и отойти от этого было нельзя. Но как только дали слабину религии, все ушли, все отошли, все спокойно живут, абсолютно плевать они хотели на все это, чего только вчера их предки боялись. Так что, дорогие друзья, духовная нищета приводит к тому, что будет очень сильный перелом. И когда окончательно протеснится и уйдет эра рыб в историю, когда окончательно уйдет война за религию и религиозные господства и истоки, то есть именно религия, то приходит время возвращения к истокам, и все туда вернутся. Хотите, кто этого, верит, кто этому не верит, без разницы. Все, и христиане, и мусульмане, и кто угодно, там, я не знаю, красные, белые, желтые, они все вернутся к истокам своих предков. В течение 50 лет это будет идти. Через 50 лет уже спокойнее и более уравновешенно начнут уходить к истокам. Все. Вот это и есть переломный момент. Потому что время, отведенное новому Богу, подошло к концу. И новый Бог потерпел крах. Он не смог дать... Конечно, были, все были язычники. Что за глупый вопрос? Он не смог дать миру то, зачем пришел. Он говорил о любви, но дал кровь, насилие и боль. А сейчас я хочу вам сказать. Да, вот видите, на фантазиях строят религию. Разве это можно? Мне кажется, это унизительно. Это унижает религию, а не возвышает. Ведь это же смешно. сказки придумывать и народу всувать. Я хочу вам сказать, что у меня на кухне кто-то покашлял. Вот черта. Я сейчас... Естественно, там никого нет. Мы сейчас пусть и одни. Они сами восстановятся и вернутся. Генетическая память у нас есть на знания. И если мы еще раз откроем свое видение, свою связь с богами, они сами вернутся, все эти знания. Поверьте мне, они уже возвращаются. Я отключусь, потому что у меня батарея просто уже садится. Раньше выдерживала, а сейчас нет. просто покашлял какой-то мужик. Может, через балкон полез, пусть я пошли проверять. Кто его знает, сосед мой может перелез сюда. Шучу, конечно. Всем удачи. Я не знаю, что за идиотка тут пишет Лайла. Я не собираюсь никакую новую религию придумывать, и она мне совершенно неинтересна. Не нужно вот такую свою тупость и слабоумие выносить сюда. Я тупее ничего не слышала. Как вы относитесь к рунической магии и гаданию? Во-первых, не гаданию, гадание. Во-вторых, предсказание называется. Ой, боже мой. Ну вот, нищие духом приперлись. Как я отношусь к рунической магии и гаданию? Вы можете представить тупее вопрос относительно меня. Это все равно как врачу сказать, как вы относитесь к лекарствам. Ой, да. Вот вам пример нищеты духа. Всем удачи, дорогие друзья. Игорь Негода.